Главная задача чтения – это войти в диалог, в диалог с текстом Писания. Сегодня я бы хотел немножко вместе с вами поразмышлять о том, как можно и как не стоит читать текст Священного Писания. Нередко этот вопрос встаёт перед людьми, но чаще, когда его задаёшь другим, он вызывает удивление. Но я же человек грамотный, я умею читать, я знаю, как читать. И тут происходит некоторая накладка. Люди путают умение читать объявления, допустим, на заборе, или газетную статью небольшую, или даже книжку и текст Священного Писания. Это разные вещи. А Библия написана совершенно другим языком. И если люди этого не знают, они могут говорить довольно интересные, но не совсем разумные вещи. Но ведь написано же так, значит так. А написано так, но это совсем не значит, что так. Очень часто библейские слова, библейские выражения целые имеют значение некоторые формулы или несут определённый смысл, которые отнюдь не совпадают с буквальным. Ну вот самый простой пример, с которого я хочу начать. Библия – это не роман. Мы воспитаны с вами, так получилось уже несколько поколений, лет 200-300. Главный литературный жанр, на которых воспитывают детей, это роман или его производные рассказы, там что-то в этом духе покороче, где главное не просто сюжет, а какие-то события внутренней жизни человека. Ну вот пример какого-то обычного романного текста. Он посмотрел на неё, и у неё в душе, и дальше там, в странице 7-8, началось рассказ, что у неё в душе при этом происходит, что она чувствует, и что он чувствует, или что думают они по поводу того, что думает она, и так далее, и так далее. В Библии вы этого не найдёте. Внутренний мир человека – это тайна. Никто не может знать, что в сердце другого человека, что он думает. Вот он сейчас смотрит на закат, а что он при этом думает, никто не знает. Нигде вы не найдёте описание внутреннего мира. Это исключено. Иногда это встречается, как литературный приём. Например, в тексте Псалма сказал, «Безумный в сердце своём нет Бога». И это говорится только не потому, что он описывается внутренний мир человека, а чтобы показать, что такие слова «безумные» в слову даже и говорить не может человек, а только где-то там, где-то глубоко прячет. Кстати, слово «безумный» тут совсем имеет тоже другой смысл. «Безумный» – это не характеристика человека, не его, так сказать, вот как он глупый, некрасивый и всё, качественная характеристика. Это просто его свойства. Кто-то без волос, называется лысый, а кто-то в очках, плохо видит, а у кого-то нет разума, он называется безумный. Просто вот нет ног, нет разума. И признак отсутствия разума – это когда человек говорит «нет Бога». Всё. Вот об этом Писании. Но вернёмся к другому. Нет в Библии описания внутреннего мира. И встаёт вопрос, а как же Писание, которое говорит не только о Боге, а говорит о человеке, о Боге в жизни человека и о жизни отмельных людей, групп людей, как оно передаёт, как эти люди относятся. Они по-разному относятся. И вот тут художественные средства приходят на помощь. Например, намёк. Очень важный такой инструмент, чтобы показать, что происходит с человеком. Чтобы не быть голословным, я приведу пример. В Библии есть прекрасная книга, замечательная, называется «Тавид». Это удивительная история про человека, который потерял богатого человека, потерял зрение, трудясь, исполняя заповеди. Ну и что с ним дальше произошло, и много лет он был незрячим, и вот сын его путешествовал, пока отец жил в бедности и в нищете, чтобы привезти давным-давно запрятанные деньги. И вот жена говорит, он близко, он рядом, сын уже возвращается. А они потеряли надежду, что он вернётся. И вот он встаёт, входит в маленький домик, на большее у них не было средств, и он спотыкается. И вот сейчас вот-вот упадёт, и сын его поддерживает. Нигде не сказано, что он взоразволновался. Человек, который много лет живёт в своём маленьком домике, в маленькой одной комнате, будучи слепым, он знает каждый угол, каждый сантиметр наизусть. И вот почему он спотыкается? Он забыл, где он находится. Удивительно гениальный приём просто, который показывает, что происходит с ним. Внутри у него буря. Вот сын вернулся, он уже потерял надежду. И он настолько взволнован, что готов упасть. Вот, потерял ориентацию. Сын его поддерживает, всё кончается благополучно, он исцеляется. Но дело не в этом. Вот один штрих, и он споткнулся. И этого достаточно. Вот имеющий дар внимательного чтения начинает понимать, что тут происходит. Почему он споткнулся? Если мы начинаем задавать вопрос, рано или поздно ответы приходят. Если мы читаем писание, текст писания, как мы читаем какую-то там статью или транспаранты, лозунги, у нас вопросов нет. И тогда нет ответов. И тогда текст отдельно, а я отдельно. А главная задача чтения это войти в диалог. В диалог с текстом писания. Ну вот на сегодня всё. Большое спасибо. И до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok